Но они не объявлялись в суде? Позовите, пожалуйста, председателя суда. Второе заседание суда по делу отца Сафрония для прессы и наблюдателей началось и закончилось вот в этом коридоре. Хотя процесс открытый, кроме стороны истца и ответчика, в зал никого не пустили. Даже наблюдатель от Верховного суда Ларису Бояр. Я сейчас нахожусь здесь в суде по отцу Сафронию. Дело в том, что они опять проводят в закрытом заседании. Я передала письмо судье. Судебный пристав туда зашел с моим письмом и не выходит. Такое чувство, что у меня просто его конфисковали. В зал суда не смог пробиться и наблюдатель от Православной церкви. Не помогает даже наличие на руках необходимых документов. То есть вот три метра это ходатайство не может пересечь эти три метра и попасть на стол судьи. Вот я прошу, чтобы сейчас это ходатайство положили на стол судье. Судья рассмотрел наше ходатайство. Чтоб бабушке не где жить. Четыре бросили, покинули. Еще летом этого года вокруг приюта Радонеж, где отец Сафроний воспитывает более ста детей и пожилых людей, началась чиновничья суета. Тогда власти решили депортировать священника за незаконное проживание в Казахстане, так как отец Сафроний гражданин России. Но довести это дело до конца у чиновников не вышло. За священнослужителя вступили сообщественные деятели. В конце лета отца Сафрония уже обвинили в избиении своей воспитанницы и оштрафовали на 600 долларов. В отделе образования Ильинского района комментируют суть обвинений в адрес священника так. Поскольку на сегодняшний день детский приют не сообщает нам конкретных анкетных данных на каждого ребенка, хотя в соответствии с законом обязаны это делать, незамедлительно сообщать, где находятся дети, какое количество детей, их фамилии, имена и отчество, а также откуда они прибыли и на каком основании. Ввиду этого и был инициирован этот иск. По словам представителя приюта «Радонеж» Юрия Юрина, родители этих детей категорически против доверить их чиновникам. Вместо того, чтобы оказать помощь приюту, государство занимается киднеппингом, говорит Юрий Юрин. Районный отдел образования по факту похитил четверых детей, причем детей с задержками психического развития и школы-интерната «Женуя». Где в настоящее время находятся дети, похищенные, повторю еще раз это слово, и Лийским районным отделом образования нам до сих пор неизвестно. Новое слушание дела назначено на 11 декабря, но точка в противостоянии отца Сафрония и чиновников из отдела образования вряд ли будет поставлена так быстро.